здравствуйте зрители этого канала подписчики всем привет а также все у меня смотрит сегодня я хочу вам рассказать о том как я обычно обрабатываю поздней осенью пчел от воротов точнее как я обрабатываю пчел поздней осенью от такой болезни как воротоз вот все вы знаете что пчелы часто заражаются таким клещом и надо что-то делать все таки чтобы семьи не сошли вообще как говорится не погибли и для этого я использую специальное лекарство классическое называется она бипинты вот это не реклама хочу сказать что пробовал я разные лекарства и корицидные полоски вот ну пришел я классики потому что она удобнее надежнее и более менее как говорится эффективнее по сравнению с другими препаратами заметил я вот на протяжении пяти лет намного удобнее обрабатывать с одной стороны вот получается что как раз пчелы уже в клубе вот расплода нету и можно спокойно обрабатывать вот что хочу сказать может кому-то это будет и не новость я покажу как я это делаю потому что не бывают такие моменты что даже и знающий пчеловод бывает что-то увидит интересный будет применять бывает какая-то мелочь очень помогает вот допустим вот я беру ампулу до обрезаю обычно ножом вот так раз его надо обрезать специальным вот кстати кто меня спрашивал тут ближе видно вот и пинты вот ампула здесь на 10 доз написано вот 0 5 миллиграмма это где-то около литра воды кстати надо набрать бутылочку того чтобы как бы разрезать вот или обломать конечек ну и для того чтобы вылить содержимое нам надо его обработать беру иногда наждачку вот так тиру по углам вот потому что не всегда под рукой есть приспособление для ампул вот чтоб обрезать немножко натираю вот так наждачкой и как бы как вариант у кого нету может ножичка вот так вот тоже по длине сделать тоже удобно и потом тихонько одеть перчатки вот и вылить содержимое это простейшая техника безопасности потому что бывает иногда пчеловод спешит делает все по-быстрому вот и не следит за техникой безопасности взять ампулу вот так аккуратно можно вот так сделать раз вы видите тихонечко вот ломается берется выливается содержимое вот такая жидкость по запаху даже она напоминает чем-то вот если многие у пчеловоды у нас садоводы любителей картошку обрабатывают другие вот сельхозпродукцию другую обрабатывают вот что-то похоже на средства от колорадского жука как говорится препарата в этой бутылочки нам хватит на 10 семей крышечки делаем отверстие вы видите закрываем сбалтываем немножко сбалтываем слегка даем немножко настояться минутки две-три и потом обрабатываем семьи я вам покажу попозже как это будет происходить вот на примере вот допустим этого отводочка мини семьи вот тут у нас получается сейчас клубе раз два три четыре пять на шесть улочек вот я обрабатываю вот я обрабатываю крайняя вот тут рамочка я вам покажу обрабатываю так хорошо тут побрызгаю не жалейте грубо говоря где-то грамм 10 на улочку но я так на глаз брызгаю потому что в принципе сколько так делаю оно нормально потом можно будет запасики посмотреть добавить вот обработали хорошо пчел и не будет плеща ну вот видите вот тут вот так семьи находятся в клубе точнее семья находится в клубе вот так сейчас на низ вниз опустилась ну вот кормовые запасы есть но можно данная семейка уходит на 1 2 3 4 5 6 7 можно восьмую рамочку поставить это не полная хотя она просто не запечатана мы видим в ней есть медок ну вот тут я тоже смотрю семейка надо будет его рамочку поправить ну вот так его обрабатываю тёшки у нас будет в январном клубе Scout пчелы не довольны ну что сделаю он этого более в рыхлом клубе вот так обработаю и будь всё хорошо вот у нас пчелы 1 2 3 4 5 6 7 8 и 9 может 9 уберем другую или сузим вот так я и обрабатываю вот этот водочек сейчас мы будем обрабатывать потому что не только сирки но и отводочки надо обрабатывать вот они не нравятся им что сделать надо их обработать вот и сейчас гнездо сформируем немножко заглядышки вроде потеплело можно передвинуть рамки уже все на постоянку вот еще один от водочек семечка from обрабатывать сейчас добавим может еще одну рамочку а может или двум сейчас посмотрим так слегка запасы в принципе есть вот тут еще рамочка у нас медом еще вот такая рамочка с медом есть попробуем посерединке все поставить и обработаем челок хорошенько от воротозик ну что хочу сказать в принципе мы все семьи обработали там осталось пару семей отводков вот основную работу мы сделали вот это был практически заключительный этап осталось только ждать стабильных морозиков постоянных и можно будет элитные семьи занести в зимовник для страховки а остальные семьи будут уже зимовать на воле основные от работы сделаны сезон можно сказать закончен будем ждать уже тогда следующего сезона потому что сейчас уже пчеловод будет можно сказать уходить в отпуск где-то на полгода в принципе он так часто не будет приезжать на пасеку и делать какие-то работы будут только так контролировать следить и узнавать как дела у пчел зимовники то если вам понравилось видео ставьте свои лайки кому не понравилось дизлайки подписывайтесь на наш канал пока пока до новых встреч следите за новыми видео оставляйте свои комментарии вот задавайте вопросы пока пока